ребят всем привет в общем по просьбе желающих показать план как готовится план перехода нашел то что нашел и нет даже у нас каталога много предыдущий экипаж выкинул я так понимаю ну что в ящиках нет он достал и две карты для примера вот карты хранятся вот в таких ящиках они как правило идут по номерам там порядка 5000 карт обычно судно ходит по всему шарику много очень их бывает очень много корректуры вспоминаю те дни не очень не очень хорошие впечатления конечно остались работы сейчас все намного проще у нас электронные карты официальные два комплекта правый левый здесь элементарно готовится то есть выбираем здесь все create новый маршрут make new road все и погнали чикать двумя кнопками все это делается элементарно просто вот соответственно каждый электрон потом свой подход нужен к ней там привыкать вот ну я естественно буду старый метод рассказывать просили именно о нем мне рассказать вам соответственно что делаем выбираем карты по каталогу которого нет если вы грузить с тем что не знаете как пользоваться им да то придите на мост если вы еще пока не в должности узнаете там пять минут штурман вам объяснить все поймете все достаточно просто делаем высочь план перехода то есть одного порта мы сейчас идем из норвегии в польшу вот вот все данные забиваем лосманские станции позиции кого звать за какое время так далее также доклады все первого порта и уже там по ходу дела по маршруту репорт и все витязь и тоже указываются ну и так далее какими книжками пользуйтесь у нас книжки кстати тоже идут электронными вот такой вот компьютер у нас их два комплекта тоже недавно пришли очень удобная штука тоже раз в неделю я делаю корректуру вот соответственно нужный нам порт мы вбиваем допустим пойдем скоро в росток забиваем росток enter выдает нам в принципе да тут тоже можно варнемунде пайл от кого звать вся информация все расписано вот все очень удобно самом деле но это отдельно долго можно там тоже рассказывать как заказывать и так далее обновлять вот уже по ходу дела вот сейчас уже все в основном переходят на вот такие книжки то есть книжек у нас нету было буквально полгода назад я еще корректировал книжки сейчас даже книжки вот все в электронном идет полностью обеспечение идет у нас электронная достал две карты старые на тронхейм норвегия вот шхеры прокладка прямая обычная сожалению даже штурманского транспортира я не нашел только вам параллельная линейка и карандаш который я уже использовал вот как переходить с карты на карту чертим маршрут соответственно пользоваться транспортиром да как пользоваться вы выкладывать прямую линию думаю все знают это несложно вот карты по номерам подбираете и значит что получается у нас идет переход с карты на карту получается вот здесь по долготе у нас только тока 88 градусов 51 с половиной минуты я сделал засечку и здесь я подписываю он чарт 38 то есть переход на карты 38 подписывать лучше потому что бывают карты там капитан проверяет перепутают и потом уже путаться начинаешь когда уже много картам до 20 бывает до 25 карт вот смотря какой перед длинный или не длинный переход поэтому не очень удобно поэтому подписывайте всегда также вот на другую переходите тоже засечка уже знаете где это так для себя для удобства я так делал сюда из какой карты вы пришли чтобы опять потом если что вернуться назад посмотреть опять же капитан допустим захочет посмотреть там как мы там ставили точки посмотреть как мы общей субахту from chart 37 все это элементарщина самое проблематичное именно до чертить достаточно много времени занимает особенно переход длины может занять до 4 часов тщательно тщательно маршрут но когда рука набивается вы будете делать это очень быстро можно за час управляться спокойно когда уже делал немножко съехали с маршрута уже 363 метра подвернем в общем я сделал маршрут достаточно быстро в принципе никаких вопросов у капитана не возникало в принципе да видите все это самое основное большим членом пассаж план переход карты подготовить чертить прокладку все больше в принципе ничего не надо также если у вас длины конечно океанский переход также в электронной карте там нужно выбрать допустим если по электрон ну да электрон кости даже не официально у вас есть вы можете там чтобы не рассчитывать да по большой дуе побудут и по дуе большого круга же пойдете соответственно там гритцокол выбираете и у вас уже чертить дугу такую да и уже курсы берете и потом уже чертить и на карте я вот за свою практику поговорить цокол один раз так ходил капитана была специальная программка тоже по ней там чик-чик-чик убивали и курсы нам рассчитывал именно подгорит цокол но проще сделать в электронке распечатать точки и уже потом наносить на карту самый простой вариант и удобный и вообще всегда как бы если имеется до электронная соответственно по ней делаете точки распечатываете и уже потом на карте будете смотреть если что-то не сходится меняете соответственно снимаете с карты уже точки по факту да карты если у вас официально это не официально соответственно точку сняли там исправили вот и все в этом вся в принципе сложность надеюсь понятно объяснил вкратце вот ничего не забыл по прокладке до подготовки всем удачи и желаешь вас были только электронные карты на борту пока